у вас кстати коты были в детстве в детстве был мы его привезли из москвы танго его звали и кстати говоря но потом он благополучно переместился жить бабушки а что значит привезли из москвы видеть родился я родилась вильнюсе конечно а мама привезла из москвы со съемок кота вильнюс понятно значит вы до 15 лет жили в литве да и в семье вы общались на каком языке на литовском я русский язык выучила я не знала и мама и мама тоже говорила на литовском мама говорила на литовском естественно потому что мы жили вильнюсе я ходила в литовскую школу и в принципе на русском языке знала здравствуйте до свидания пельмени какие такие слова потому что у меня бабушка царство небесное одесситка и жила в одессе и все-таки она на литовском не разговаривала вот поэтому а думаете вы на каком языке на русском уже давно а но у меня поменялось вот я где-то по истечению года может быть двух уже стала считать себя коренной россиянкой потому что все равно молодежь мне кажется она быстро адаптируется к пространству он не хочет пока может быть сниматься говорит не надо нужно чтобы смотрели какой он красавец если ты такой будешь непослушный тянь кто не возьмет ну ладно мы его отпустим мы ему дадим литовское имя он успокоится он станет медленнее вот и вот где-то через год когда я уже более-менее набрала какой-то такой небольшой но но все-таки словарный запас я стала думать на русском и сны тоже стали сниться на русском вот интересно я помню именно этот перелом не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва двадцать четыре добрый день друзья половина эфиров моей программы правда 24 который выходил на канале москва до 4 12 года прошло с кошками я приюзки животных пристраивал во время эфира то есть я старался их как-то зарекламировать и наша команда отвечала на звонки во время эфиров этого чаще всего были прямые эфиры и достаточно часто животные находили у нас своих хозяев ну то есть новых конечно хозяев имеется беду технически это всегда было сложно за животным надо как-то следить они стрессируют конечно всегда даже когда это не видно то есть летит шерсть попадает в ноздри в глаза в кофе по время разговора одного из разговоров с романом биктюком и кун там налил лужу код помню какой-то который чувствовал явно так недоброжелательность моего визави тогда был кирилл серебряников просто кучу ну а мне прямо на колене то есть сразу упала его но условно говоря стоимость то есть его сложив естественно пристроить после такого казуса животное могло убежать я очень признателен они все такое которое ловила котейку студии потому что там масса таких мест куда животное зовется его просто не найдешь ни за что очень я любил когда брали на руки мои собеседники животного первых это с меня снимала части ответственности во вторых вот повышала опять же условно говоря стоимость самого животного там звезда потискала подержала пристроить было легче до сих пор его этот проект вспоминаю с ностальги и почему ну потому что было ощущение что от какого-то журналистского трёпа есть конкретная польза все-таки находим котейкам хозяев может еще когда-нибудь вернемся к этому проект евгений додорев евгений додорев евгений додорев